Привет, мальчики, девочки, дамы и господа! Дорогие мои подписчики, гости канала! Ну что ж, как и обещал, сегодня будет обзор даже не знаю, как сказать, не клона, а, ну, очень родственного парфюма аромату Пардон от Назомата. Итак, встречаем. Это у нас Хиндукуш Мансера. Это новиночка, ну как, относительно 2018 года. Стандартное, в общем-то, оформление. Там черная коробочка с неким тиснением. И вот тут вся информация. И тут информация. Вот. И такой вот бутылечек. Я не знаю. Вот я читал отзывы, и там что-то не, что только не говорили. То есть вот большинство народа ахает и охает по этому парфюму в плане того, что коноплей пахнет. Я вам сразу скажу, что я лично коноплю не чувствую. Не чувствую. Я знаю, что пахнет коноплей. Это этот Кинский. Вот он пахнет коноплей для меня. Лично для меня. Вот. Да, трава. Горелая трава. Этим и похож на Назомата. Но данный парфюм, он более свежий, более воздушный, более такой легкий. Хотя тоже дурманчик есть. И тоже, я думаю, что на лето он лучше всего подойдет. И в отличие от интересной такой сердечной ноты типа вот цветочная, магнолия, наверное, да, это самое. Здесь я чувствую очень ярко выраженную медовость. Вот медовость прям. Не знаю. В нотах мед не заявлен. Сейчас я вам скажу про ноты. Что тут у нас заявлено? Много, гораздо больше, чем для пардона. Верхние ноты специи, лабданум, ладан и конопля. Средние ноты лист, пачули и древесные ноты. Базовые ноты амбра, гуаяк, ванили, белый мускус. Я чувствую медовые. Именно такие. Свежий-свежий такой мед. Ну, может быть, чуть-чуть цветочный подтекст, подтон. И далее, начиная там от сердца, по прошествии часов четырех и далее, как ни странно, вишневый, вишневый аромат. Вот эти травки горелые, вот это вот, ну, мускусятина, может быть, что-то аудовое такое. Очень вот все, все вот отсюда, но с вишневостью. Именно с вишневостью. Вот, что хотите, то и делайте со мной. Но так оно и есть, причем тестил я неоднократно, успел я. Хоть он у меня и не так давно. Обалденный. Ничуть не хуже, ни на капельку не хуже, пардона. Стойкость у него тоже ничуть не хуже. Но шлейф, я бы сказал, даже сильнее. Мощнейший. То есть, это заявленная концентрация, как Eau de Parfum. Но, по факту, можно запросто было бы написать и духи. Сошло бы. Поэтому тем, кто любит травные, такие дымноватые, с медовой вишневостью, такие довольно летучие, такие воздушные ароматы, восточные, я порекомендую хиндуку. Сам вот прямо очень-очень я очередной раз ставлю прям пятерку мансара. Мансара, респект и уважуха. Да, вот еще что хотел добавить. Вам, кстати, Попа Гагарина передает привет. В плане упаковки, да, если кому интересно, что есть тут золотой мешочек. Ну, вообще, в принципе, мешочек, как и у любого аромата мансара. Но я все мешочки манталь и мансара я делаю вот так вот. Сминаю и кладу на дно, потому что мне лично, ну, дико неудобно. Каждый раз, когда, допустим, да, или попользоваться, или просто носом приложиться, каждый раз вытаскивать из коробки мешочек, из мешочка бутылочку, знаете, как это, курица, ой, это, иголка в яйце, яйцо там в зайце или в утке, короче, все вот это. Ну, зачем, для чего? Так-то, конечно, гламурненько смотрится. Но Мансара Парри. Вот. Из кожзама, конечно же, сделан он. Вообще не пользуюсь этими мешками, поэтому они как будто бы, их и нет у меня. Если бы не было, я бы и не заметил бы даже. Ну, а на этом у меня все. Ставьте лайки, если понравилось видео, подписывайтесь на канал, дальше будет много интересного. Пока!